Привет, меня зовут Кристина, вы на моем канале, и сегодня я расскажу про 14 средств бренда Манё. Я знаю, что эта косметика стала очень популярна, но проблема в том, что она продается в основном только в онлайн-магазинах, поэтому протестировать ее практически невозможно, очень мало, где она представлена офлайн. Я также покупала все свои средства онлайн, многие стали для меня сюрпризом, я расскажу обо всех этих средствах, и некоторые у меня даже еще совсем новые в коробочках. Все эти средства я покупала себе сама, это не какая-то реклама бренда, к сожалению. Я расскажу вам о своем опыте, как я их использовала. Многие из этих средств я покупала много раз, об этом тоже расскажу. Начну рассказывать о средствах в порядке их участия в моем уходе, по этапам ухода. Я умываюсь в два этапа. Для первого этапа я пользуюсь энзимной водой этого бренда. Средство справляется с макияжем, с SPF-средством, но водостойкие продукты снять им не получится. Помимо того, что это средство... Очень бережно, мягко убрать ороговевшие частички с кожи. Энзимов здесь бояться не нужно, потому что продукт на коже остается буквально на одну минуту. Средством латного диска вы снимаете макияж, и потом смываете водой, и дальше идет у вас второй этап очищения. Этот продукт я покупаю уже третий раз. Второй этап очищения, и это пенки. Я пробовала два продукта этого бренда. Первый называется Pure & Deep. Это один из первых продуктов бренда, с которым я познакомилась, и покупала его уже шесть раз. Это такая классическая пенка, которая бережно умывает кожу, делает ее чистой, но при этом лицо не скрипит. И все равно ты чувствуешь, что ничего на коже того, что не нужно, не осталось. Вторая пенка – это Deep Pore. Это пенка успокаивающая. То есть, когда у меня на коже есть какие-то воспаления, а это история у меня очень часто, я пользуюсь этой пенкой. Даже если есть очень сильные высыпания, такие уже на грани, эта пенка их не драконит. Мне нравится, что эта пенка пахнет какими-то приятными травами, что-то типа зеленого чая, я покупаю третий раз. Мне нравятся обе эти пенки. Мне нравится, что они очищают очень бережно, что нет вот этого скрипа. Я не люблю такой эффект, поэтому я выбираю средства, в которых в моей коже более-более бережно. Следующий этап ухода – это энзимный пилинг-скапка. Это средство для ухода за кожей уже не на каждый день, а один-два раза в неделю. Этот продукт, он с энзимными кислотами. Они очень хорошо работают в этом продукте и очень мягко. Кожа гладкая, но при этом нет никаких раздражений, сухости или чего-то еще неприятного. Поэтому я думаю, что этот продукт подойдет тем, у кого кожа очень-очень сухая, реагирующая. И для тех, кто никогда не пользовался таким типом продукта. Мне нравится, что после того, как энзимный пилинг поработал, следующие средства, которые я наношу на коже, они более эффективно, более как-то результативно работают на мне. Это уже третья упаковка этого средства. Очень многие продукты я покупаю по много раз, потому что мы с мужем пользуемся одними и теми же средствами. Следовательно, они у нас расходуются в два раза быстрее. И от этого такие цифры. Что-то покупаем три раза, что-то шесть. Следующий этап – тонизирование. Я пользовалась двумя тониками Манё. Первый тоник, по которому я расскажу, он из линейки галактами. Я не буду рассказывать про ингредиенты, которые есть в косметике, потому что видео очень сильно затянется. Ну и я не косметолог, чтобы рассказывать, как именно они действуют на кожу. Поэтому, если вам интересно подробно узнать о том, из чего состоит косметика Манё, вы заходите либо на официальный сайт, либо на сайт и магазинах и читайте описание каждого продукта. Составы у Манё небольшие, поэтому там не будет долгого чтения. Этот тоник мне нравится, когда у меня у кожи не лучшие времена. Потому что он работает и с тем, чтобы успокоить воспаление, которое уже есть, с тем, чтобы новые воспаления не появились. Он с кислотами, и поэтому все сальные пробки, все черные точки, вот это все он растворяет. То есть не просто их как-то выбеливает, он их именно растворяет и работает с качеством кожи. А так как он с кислотами, он еще вот эти вот пятнышки после прыщей, он их хорошо выравнивает. И в целом работает с тоном кожи, то есть вот из какого-то болезненного серого кожа со временем, не с первого раза, но она начинает становиться более здоровой. Этот тоник я покупала три раза и с удовольствием куплю снова. Прервусь на пару секунд, попрошу подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе, когда выйдет мое следующее видео. Про второй тоник я расскажу быстрее. Это тоник из линейки Bifida Biom. Этот тоник, он вообще какой-то полуволшебный, он работает с качеством кожи и он хорош именно как-то восстановить, наполнить кожу. Мне нравится им пользоваться, особенно когда целый день провела на улице и кожа пострадала от ветров, от активного солнечного излучения. И этот тоник, он помогает восстановить. Но опять же, не только тоник, а средства, которые наносятся дальше еще на этот тоник. Тоник только создает хороший такой фундамент, на который хорошо строятся следующие средства. У тоника объем 400 мл, это много. И у меня заканчивает сейчас вторая упаковка. Перехожу к сывороткам. У меня их три, но пользовалась я только двумя. Это у меня еще новенькая, не распакованная. Сначала расскажу про свою любимую сыворотку. Это сыворотка из линейки Бифидобиом. Они из одной линейки. И эта сыворотка у меня никогда не заканчивается. Сейчас у меня примерно половина банки, но у меня уже на готове следующая банка. Я много времени провожу на солнце, и эта сыворотка восстанавливает очень хорошо кожу, напитывает ее. Сыворотка работает и с воспалениями, и с тоном кожи. И она работает с морщинами. Делает так, чтобы те морщины, которые уже есть, не стали глубже, а новые морщины не появлялись. Это у меня уже седьмой или восьмой флакончик этой сыворотки. Эта сыворотка у меня закончилась совсем недавно. Она очень хорошо работает с воспалениями, с прыщиками, комедонами, с черными точками. Эта сыворотка работает с тоном кожи. Она делает пятнышки после прыщей практически незаметными очень быстро. И она чуть-чуть осветляет, но она не делает кожу белой, не выбеливает ее. Она работает с пигментными пятнами, которые уже были до того, как вы начали пользоваться этой сывороткой. Я очень жалею, что когда я была подростком, не было у меня такой сыворотки, потому что у меня были очень сильные воспаления, и мне ничего не помогало. И остались постакны достаточно глубокие. Если бы я пользовалась чем-то таким, я уверена, что они бы проходили гораздо спокойнее и не оставляли после себя таких последствий. Это моя четвертая или пятая упаковка сыворотки. Это сыворотка из веганской линейки бренда. Компоненты, из которых она сделана, выращивались в заповеднике. И тара сделана из материала, который френдли к природе. И сама упаковка, она тоже сделана из материала, который очень быстро, легко разлагается. Я взяла эту сыворотку, потому что она позиционируется тоже как восстанавливающая, лечебная. Моя кожа проблемная и жирная. Это вот как раз то, что ей нужно, я надеюсь. Когда попользуюсь, какое-то время запишу видео, расскажу, как она мне и как она на мне сработала. С сыворотками все. Пожалуйста, напишите в комментариях, какую из этих сывороток вы бы хотели попробовать и какая, как вы думаете, вам бы больше подошла. Следующий этап ухода – это кремы. Я пользовалась тремя, и сейчас расскажу про каждый. И этот крем – мой любимчик. Седьмая упаковка. Я, наверное, ни один крем в жизни не покупала так часто. У него очень приятная текстура. Он такой как гелевый, быстро впитывается и не оставляет после себя липкости. Отлично подходит и как дневной крем, и как ночной. Я наношу его утром под SPF крем, и у меня нет вот этой излишней тяжести на коже. Опять же, повторюсь, у меня жирная проблемная кожа, и он мне подходит замечательно. Следующий крем из веганской линии бренда. Этот крем отличается от первого. У него более насыщенная текстура, он более плотный, густой. И когда я наносила его утром под SPF крем, мне было тяжеловато. Я буквально несколько дней понаносила, и потом оставила только на вечер. Вот на вечер он был замечательный. Он очень хорошо мне помогал, когда я в течение дня долго-долго была под солнцем, солнце было сильное, и кожа, она не сгорала, но вот она именно как пересыхала, то есть как обезвоженная была, и вот он хорошо напитывает. Еще он хорош после пилингов, после скрабов, он восстанавливает кожу, защищает ее после того, как мы над ней немножечко поиздевались контролируемо. Это моя единственная баночка этого крема. Я не знаю, куплю ли я его еще, все-таки мне он плотноват. Думаю, что тем, у кого кожа сухая, обезвоженная, будет просто идеально и на утро, и на вечер, даже тем, у кого нормальная кожа. Но те, у кого кожа склонная к жирности, комбинированная, наверное, наверное, я бы все-таки, я бы все-таки порекомендовала вот этот крем. Но если вы ищете себе питательный крем на вечер, то это отличный вариант, если вы практикуете домашние пилинги. Третий крем, и это SPF крем. Я покупала его три упаковки. Это крем, который защищает от самого дикого солнца. Крем не белит, он не оставляет после себя каких-то разводов. Через минуту-полторы полностью впитывается. Можно идти так, если вы не краситесь. И если вы пользуетесь макияжем, то он отличная база. И финиш у него такой сатиновый. Он не матовый и не супер влажный. Но несмотря на то, что нет влажного финиша, кожа все равно напитанная. С ним у меня не появилось ни одной веснушки, ни одного пигментного пятнышка. И с ним у меня не было прыщей. То есть он не забивает поры. Но, опять же, если им правильно пользоваться в плане того, что вечером его правильно смывать. Но это так работает со всеми кремами солнцезащитными. Напишите в комментариях, мне интересно, пользуетесь ли вы солнцезащитным кремом круглый год. И пользуетесь ли вообще. Про основной уход я рассказала. Остались только маски. Их я не пробовала. Поэтому, не зная, какие они по эффекту, какие они по выкройке, когда я буду ими пользоваться, я буду записывать процесс. И расскажу, какой они дали результат. Первая маска, которая у меня есть, она из линейки Бифида Биом. Я думаю, что она будет по действию такая же, как в целом вся линейка, но более концентрированная. И думаю, что она будет давать эффект такой же что-то типа маски Золушки. Я нанесу ее перед тем, как мне нужно будет куда-нибудь идти. И она напитает мою кожу по максимуму. И следующая маска, это из веганской линейки бренда. Она позиционируется как заживляющая, такая восстанавливающая. Опять же, из-за того, что я постоянно под солнцем, мне такое надо. И если маска хорошо сработает с первого раза, то я куплю несколько штук, чтобы сделать такой комплекс. Я рассказала про все 16 средств маню, которые у меня есть и которыми я пользовалась. Если вам интересно узнать про какой-то из этих продуктов больше, напишите мне в комментарии, я сделаю отдельное видео. Спасибо, что смотрели мое видео. Я надеюсь, что оно было вам полезно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, ставьте лайки. И до встречи в следующих видео.